Навальный, я уверен, в общем не собирался умирать. Он хотел жить и продолжать бороться. Вполне возможно, что план-то с самого начала был только один. Любой политический активизм должен быть устранен. Это уже, что называется, ничего личного. Раз он предатель, так он значит никакой идеи гений. Советская модель была довольно репрессивной, но при этом она не ожидала того, что люди будут сами себя циндулировать до такой степени, как это ожидается сейчас в современной России. А российская жизнь так устроена, что она таких мест, где мог бы гнездиться десент, в общем не оставляет. При сохранении власти Владимира Путина этого не произойдет, потому что зачем? Я обычно генерирую в целе случайные числа и таким образом выбираю, вот на кого выпадет, за кого и проголосует. С этой точки зрения российская эта пропаганда не врет. А для быстрого исцеления время, к сожалению, уже ушло. Привет, это Forbes Talk. Мы сегодня в Санкт-Петербурге, и у нас в гостях знакомый вам уже по нашим выпускам Григорий Голосов, политолог и профессор Европейского университета в Петербурге. Григорий Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас видеть. Я вас тоже. Надеюсь, хоть где-то наш разговор будет оптимистичным. Но начну вот с главной новости последнего месяца, последних недель. Гибель, смерть Алексея Навального. Вы у себя на своей странице написали, когда все произошло, не «Rest in peace», «Покойся с миром», а «Rest in brilliance», «Покойся в великолепии». Многие обратили внимание на эту вашу изящную формулировку. Почему она вам показалась ближе именно в великолепии? Ну, она фактически точная, мне кажется, потому что Навальный при жизни не стремился к миру и покою. Он выбрал борьбу. Это просто констатация. Если вот допустить, если обратить внимание на расследование, которое вышло об обстоятельствах, почему все случилось так, как случилось и в это время. И по моим данным это так, что действительно готовился обмен между Россией, Германией и США. По-моему, там по формуле 2 на 2, куда входил и Навальный. И если это так, опять же повторюсь, я тоже проверял эту информацию и подтвердилось, что это, в общем, верное расследование, верная траектория, на которую нам указали. То зачем было простой человеческий вопрос человека тогда содержать в таких нечеловеческих условиях, в ШИЗО, учитывая подготовку к обмену? Если действительно кто-то, а я совсем не знаю и не уверен в том, кто именно, хотел обменять Навального, то кто бы это ни был, он к Навальному-то хорошо не относился. И поэтому вполне возможно, что в его планы входило, что даже если он обменяет Навального, то Навальный в течение длительного времени будет приходить в себя, не сможет заниматься активной деятельностью. То есть просто подорвать его здоровье и обменять это разумная вещь. Я не уверен, что вот эти события, так как их представила Мария Певчих, действительно имели место. Да, потому что не очень понятно тогда, в чем смысл насильственной смерти, если готовился обмен. Вероятно, я не открою Америку, если скажу, что перспективы этого обмена зависели только от одного человека. Безусловно. И я не сомневаюсь в том, что контакты такого рода на каком-то уровне велись. Однако в конечном счете у меня нет уверенности в том, что это вышло на тот уровень, где этот вопрос мог быть решен. И что он был решен положительно хотя бы на каком-то этапе, хотя бы временно. Вот в этом у меня нет уверенности. Безусловно, у меня тоже не может быть в этом уверенности. Но опять же повторюсь, вот вы ссылались на то, что озвучила Певчих. Но и по моим данным, действительно, источник неатрибутированный Певчих подтвердил, что действительно вот в эти числа должно было быть озвучено это решение, как минимум. А тогда, как вы думаете, почему тогда теория или утверждение сторонников Навального в насильственной смерти? Как это может коррелироваться с подготовкой к обмену и при этом насильственной смерти? Или вы не предполагаете, что все-таки смерть была насильственной? Я в этом не могу быть уверен, как и никто, я полагаю, не может быть уверен в том, что эта смерть была насильственной. А есть признаки того, что она могла быть такой, потому что всем известно, что накануне Навальный выглядел достаточно хорошо. Теоретически, с точки зрения каких-то вот общих медицинских предпосылок, однако, невозможно отрицать, что люди иногда умирают скоропостижно. Вот, в общем-то, этот вопрос, была ли это насильственная смерть или естественная, он вторичен, потому что понятно, что все пребывание Навального в заключении вело его к тому, чтобы его здоровье было подорвано и чтобы его жизнь сократилась. Этого вот отрицать невозможно. Ну да, как говорил Алексей Венедиктов, самая точная формулировка здесь «уморили». И между насильственной или ненасильственной смертью уже, по сути, знак равенства стоит. Да, и я могу сказать, что это, ну, как бы, не такая уж редкая практика. В Индонезии был такой президент, сукар, на которого свергли, поместили под домашний арест. Держали, в общем, в гуманных по сравнению с тем, что с тем столкнулся Навальный в условиях, но просто не кормили. Ну, он умер через какое-то время. Вообще, вы занимаетесь профессиональной компротивистикой, сравнительным анализом. На что еще это похоже, то, что произошло у нас в стране с Навальным, ну, помимо опыта индонезийского, на который вы сослались? Конечно, редкостью является то, что смерть заключения постигла человека, пользующегося мировой известностью. А если не в России, то за рубежом считавшимся лидером российской оппозиции. Вот с фигурами такого уровня, а за рубежом, даже не в развитых странах, а в развивающихся странах, где политические нравы могут быть достаточно жестокими, обычно такого не происходит. Это действительно редкий случай для такого уровня. Политические активисты среднего уровня, не говоря уже о низовом частых заключении, это не секрет. Это один из обычных способов политической борьбы в условиях авторитаризма со стороны режимов. Но вот чтобы это вот так произошло, это случай, я бы сказал, вызывающий. Даже по мировым меркам неразвитых стран, да? Пожалуй, да. Свобода передвижения, финансовая стабильность, защищенные активы и страховка от политических неожиданностей. Все это будет вам доступно, если вы получите статус резидента в одной из стран Шенгенской зоны. Ну а если вы не планируете эмигрировать, тогда самый удобный вариант для вас – так называемая золотая виза. Иными словами, ВНЖ за инвестиции. Главное преимущество ее перед другими категориями вида на жительство в том, что вы не привязаны к стране и не обязаны переезжать. Получить такую визу россиянам становится все сложнее из-за того, что требования для нее ужесточаются. Одна из европейских стран с наименьшей суммой инвестиций в недвижимость – Греция. Хотя и она в ближайшее время обещает пересмотреть условия получения этого статуса. Счастливыми обладателями греческой золотой визы могут стать покупатели недвижимости стоимостью всего от 250 тысяч евро в большинстве регионов страны. Или от 500 тысяч, но это уже в самых популярных туристических локациях с хорошей инфраструктурой и высоким уровнем жизни. Таких как Афина, Салоники, острова Миконос и Санторини. Однако этот финансовый порог скоро изменится. Несколько недель назад правительство Греции приняло решение увеличить стоимость покупки недвижимости почти в два раза. И даже больше, в зависимости от локации. Но окно возможностей на более бюджетных условиях пока еще открыто. Есть, правда, одно необходимое условие для инвесторов в местную недвижимость. Основной заявитель должен иметь второе гражданство помимо российского. Однако в нашей интернациональной стране такая опция уже стала для многих привычной. Успеть познакомиться с программой на прежних условиях, быстро подготовить необходимый пакет документов, подобрать подходящую недвижимость и обойти подводные камни на пути к получению заветной карточки резидента вам помогут специалисты команды Astons. Юристы и иммиграционные консультанты за 30 лет работы накопили огромный опыт в получении ВНЖ и гражданства за инвестиции во всем мире. Контакты специалистов вы найдете в описании к этому видео. Григорий Васильевич, многие тоже вспоминали, да и я вспоминал фигуру Анатолия Марченко, советского диссидента, которого тоже то выпускали, то сажали, то продлевали. И в общем, в результате голодовки, по-моему, 86-й год, немногим не дожив до перестройки, Марченко умер в одной из российских, советских еще тогда тюрем. И многие вот вспоминают эту жертву, фигуру Марченко в связи с последними событиями. Насколько вам кажется корректным эта отсылка и вот такое сравнение? Ну, корректным в том смысле, что Марченко боролся против существовавшего в Советском Союзе режима. У Навального были сходные политические цели применительно к существующему, но и различия между диссидентами, каковым был Марченко, и политиками, каковым был Навальный, конечно, велики. А Марченко, в общем-то, все же не стремился к тому, чтобы погибнуть. Он допускал, вероятно, такую возможность, когда объявлял голодовку. Но его целью было продемонстрировать свое правозащитное дело. И он был готов пойти до конца в этом. Я полагаю, что у Навального не было такого мотива погибнуть. То есть, вот идти до конца самому с тем, чтобы даже своей смертью показать свою правоту. Это диссидентская мотивация. А Навальный, я уверен, в общем не собирался умирать. Он хотел жить и продолжать бороться. Потому что был политиком. Да. Смерть Марченко, она привела к довольно большим политическим последствиям для тогдашнего режима. Освобождение многих политзаключенных произошло после смерти. Во многом она стала символической. Стоит ли ожидать здесь какой-то политической реакции на произошедшее? Не важно, что это было. Не насильственная смерть, насильственная смерть. Но насколько это повлияет на какие-то решения власти в дальнейшем? Ведь не может она остаться незамеченной, эта трагедия? Ну, это зависит от степени ожидаемости. То, что Марченко умер, было для советского руководства все-таки, я полагаю, неожиданностью. Они не стремились именно к такому исходу. Вероятно, они даже делали что-то для того, чтобы его предотвратить. Что касается... А если мы допускаем, что это тоже неожиданность для власти? То, что случилось? Ну, вот такого допущения я, пожалуй, не стал бы делать в широком смысле. То есть, в узком смысле я не могу исключить, что это было неожиданностью, что произошло именно в эти дни. А в широком смысле все к этому шло. И, вероятно, российские власти были значительно больше подготовлены к такому исходу, чем советские власти к исходу с Марченко. Но все-таки, Григорий Васильевич, возвращаясь, зачем же тогда обмен, если были подготовлены? И зачем тогда вот эти несколько лет переговоров? Во-первых, одно другого не исключает. То есть, люди могут преследовать одновременно две цели с тем, чтобы на каком-то этапе выбрать, к чему именно им стремиться. Это такие планы, которые преследуются параллельно. И на этапе принятия решения один из них выбирается. Это вот такая общая рамка для суждения по этому поводу. Однако я должен еще раз подчеркнуть, что мы не знаем ни обстоятельств, ни уровня этих переговоров. И поэтому вполне возможно, что план-то с самого начала был только один. А если допустить, что переговоры готовились, вот этот сценарий, который и случился, вот если, предположим, да, это такая трагическая случайность произошедшая, то каковы здесь последствия для системы, как вам кажется? И если вот это произошло неожиданно даже для них? Ну, я могу только повторить, что я здесь неожиданности вот не вижу. Прямой параллели с ситуацией с Марченко не усматриваю. И то, что происходит неожиданно, не обязательно побуждает к действиям. Но иногда побуждает. Однако в данном случае такого побуждения тоже нет. Тем не менее, какие будут выводы из этого сделаны? И какие решения могут быть приняты? Или это все попытаются растворить в воздухе, чтобы поскорее забыть, не возвращаться к этой теме? Мы видим, как противодействуют похоронам. Ну, когда выйдет наш выпуск, возможно, как-то эта ситуация разрешится. Как вам кажется, какая будет реакция последующей власти? Какая может быть, точнее, реакция политическая? Явно не либерализация и не выпуск политзаключенных. Или вы допускаете такую возможность? Определенно не допускаю. И к Кремлю, собственно говоря, от этой темы уходить-то не надо. Он к ней не приходил. Но Пескову задали пару вопросов журналисты. Он предельно лапидарно, как обычно, на эти вопросы отвечал в том духе, что мы здесь вообще ни при чем. А последствия усматриваются, я полагаю, российским руководством двояки. И наибольшую опасность, опять-таки, мое чисто спекулятивное рассуждение, они на данный момент усматривают в том, что похоронные процедуры, связанные с Навальным, выльются в какие-то массовые манифестации. А это очень плохо с их точки зрения в контексте предстоящих выборов. Ну вот это они постараются предотвратить. И я нахожу, что с довольно высокой вероятностью они смогут предотвратить массовое выражение скорби. Хотя точечно это предотвратить невозможно. Но я полагаю, такая цель не станет. Григорий Васильевич, почему «Бласть» же, по крайней мере, она так себя позиционирует достаточно уверенно, а почему так она боится массовой скорби? Я не могу себе ответа на этот вопрос найти. То есть даже когда хоронили Высоцкого, к театру на Таганке стекались огромные толпы людей, наверное, это было тоже неожиданностью, но тем не менее никто не мешал даже тогда. Ну, во-первых, это было неожиданностью. И такого опыта в Советском Союзе уже в течение очень длительного времени не было. Вот разгонять массовые манифестации. Да ведь, по правде сказать, это и не была политическая манифестация. Там политический момент полностью отсутствовал. Поэтому я полагаю, что советское руководство, будучи достаточно здравомыслящим, в общем, рассудило, что угрозы-то нет, но поскорбят и разойдутся, пускай себе. Да, но ведь с Навальным, те, кто возлагал цветы, у Соловецкого камня, у памятника жертв политическим репрессиям, в Москве и в Петербурге, тоже все было мирно. Люди приходили, клали цветы, никаких лозунгов не звучало. Ну, разница составляет наличие или отсутствие политического контекста. В прощании с Высоцким политический контекст практически отсутствовал. Он был чрезвычайно популярным певцом-исполнителем. И многие люди даже и не сознавали в полной мере, что его эстетические, может быть, и существовавшие разногласия с советской властью могли конвертироваться хотя бы во что-то политическое. Он был советским человеком. Но Навальный, с точки зрения российских властей и пропаганды, это не российский человек, это предатель. Выражение симпатии к нему является признаком политического инакомыслия, переходящего в политический активизм. А любой политический активизм должен быть устранен в современной России. Это уже, что называется, ничего личного. Какой бы ни был повод для массового политического действия, это массовое политическое действие должно быть устранено. Вот эта модель российской власти, мы здесь ни при чем. На каждый вопрос самоустранения, если это сложный вопрос. Вот если говорить о сравнительном анализе других стран, где еще такой подход к политике, к реакциям на происходящее существует, когда действительно вот эта формула цензура есть военное время, но мы ни при чем, это общество, Навальный умер, мы не комментируем, мы к этому отношения не имеем, и так далее. То есть, вот это полное отстранение в фигуре речи от всех негативных событий. Это нормальная практика, это не какая-то особенная модель. Это просто-напросто ситуация, в которой люди не хотят возлагать на себя ответственность за какие-то события, которые могут вызвать к ним негативные отношения. Они считают, что, по крайней мере, в глазах каких-то очень широких аудиторий, они могут таким образом с себя эту ответственность полностью снять. И аудитория будут относиться к этому с доверием. Ну, а те аудитории, которые не отнесутся к этому с доверием, собственно говоря, они не стремятся эти аудитории убеждать. И политики часто бывают замешаны в разных темных делах, в том числе и в криминальных. Я, по правде сказать, за редкими исключениями воздержался бы от того, чтобы привести примеры того, чтобы они это охотно признавали. Вы сказали, что в том, что власть пытается всячески отстраниться от соучастия в любых трагических, негативных событиях, резонансных событиях, что это не сюрприз. Много где так происходит и происходило. Но если говорить о цензуре, например, о советской цензуре нынешней, то что происходило тогда? Ну вот тогда там Барышников, Ростропович, Бродские предатели, изгнанники. Ну и все, вопрос закрыт. А сейчас была новость про губернатора, который снял портрет Барышникова, сказал, что он не могут у нас висеть здесь иноагенты, дескать. Да, мы понимаем, что он гений, но вот извольте, вот сейчас нет. То есть это допущение, что мы понимаем, что он гений, но при этом вот как бы партия не велит. Вот этот элемент цензуры, он же совершенно на самом деле не советский. Потому что ну тогда зло и зло. А сейчас вот это какая-то существует странная конструкция. Он гений, но предатель. Так нельзя. Ну вполне возможно, что это просто переходный момент. Если глубоко задуматься тому самому губернатору или еще кому-то издающих подобные оценки, то он довольно скоро придет к выводу, что раз он предатель, так он значит никакой иди гений. Ведь гений и злодейство они совместны. Так. И тогда уже не будет говорить, что Барышников гений, но пострет с ним, потому что предатель опроса скажет, что вот предатель тут висит у вас, снимайте. То есть это просто вот осекся, что называется. Ну не то чтобы осекся, но люди постепенно адаптируются к новым реалиям. Это момент адаптации, скорее всего. Григорий Алексеевич, насколько вот нынешняя форма цензуры, действующая у нас, повторяется, советскую модель. Либо она действительно с приставкой нео, как вам кажется? Она не повторяет советскую модель, потому что значительно больше упор делается на самоцензуру. Советская модель была довольно репрессивной, но при этом она не ожидала того, что люди будут сами себя цензурировать до такой степени, как это ожидается сейчас в современной России. Вы видите, что многие люди сами себя цензурируют сегодня, да? Ну конечно. И собственно говоря, это главный механизм. Как работает с этим механизмом власть? Через страх? Через угрозу? Ну, то есть откуда это желание самоцензурироваться? Ну, преимущественно через страх и через то, что социальный контекст изменился. Советские диссиденты в действительности не находились вот в такой всесторонней зависимости от советского государства, как это не парадоксально, как современные российские публичные фигуры. Почему я так говорю? Да, и что вы имеете в виду за зависимость? Потому что диссиденты, вот несколько сот человек, которые были в Советском Союзе, они были из советской жизни уже вычеркнуты. Они имели автономные или вообще не находящиеся в пределах Советского Союза источники доходов. У них были карьерные цели, которые были, безусловно, не связаны с интеграцией в советскую систему. Они были независимыми. Их можно было наказать, но им нельзя было сказать вот заткнись, иначе ты останешься без источника средств к существованию и, скорее всего, мы тебя посадим в тюрьму. Второе можно было сказать и диссидентам, конечно, и говорили. А первое, это было бы неубедительно. А нынешние диссиденты? Они интегрированы в российскую экономику и в российскую жизнь? А российская жизнь так устроена, что она вот таких вот мест, где мог бы гнездиться диссидент, в общем, не оставляет. То есть... Поясните. Есть некоторая категория блогеров-фронтье, которые чувствуют себя независимо от государства, но это неустойчивый источник средств к существованию. А большинство людей так или иначе работает на государство или на коммерческие структуры, по отношению к которым государство располагает очень большими возможностями влияния. Вот все развитие российской модели управления экономикой с начала нулевых годов привело к тому, что эти возможности влияния постоянно возрастали, сейчас стали значительными. Это как классифицировать? Как называется вот эта система экономическая, когда все даже, как вы говорите, диссиденты или не согласны, оказываются повязаны с российской жизнью, с российской экономикой, и на каждого, что называется, есть папочка? Да, это не какой-то классификационный кластер, это просто специфика того, каким образом сложилась российская экономика в нулевых годах. Предпосылки к этому сложились еще в условиях приватизации 90-х. А полностью эта модель реализовалась в процессе преодоления последствий этой приватизации, как это было в начале нулевых. А затем в процессе адаптации того, что осталось к новым политическим механизмам. И именно поэтому средний и крупный бизнес молчит, потому что он, как никто, понимает вот эту вот сцепку с государством, что нет частных денег. В значительной степени. Некоторая часть крупного и среднего бизнеса молчит, но просто-напросто, потому что получает некоторые выгоды и преференции происходящего. Этого нельзя отрицать. И я не взялся бы количественно оценить, вот каково сейчас соотношение внутри российского экономического правящего класса тех людей, которые получают выгоду от происходящего и тех, для которых это невыгодно. Моя гипотеза состояла бы в том, что вторая категория значительно больше. Однако с уверенностью этого говорить не могу. И ситуация, это чрезвычайно динамическое, постоянно появляются новые явления. Появилось, например, такое явление, как приватизация предприятий, которые сейчас оказываются востребованы в целях обороны, оборонного производства. Буквально несколько месяцев назад это даже не наклевывалось. И все это постоянно модифицирует взаимоотношения между государством и бизнесом. Как вам кажется, сегодняшняя борьба с инакомыслием, вот с чего мы тоже начали, она, если отсылать к истории, похожа больше на 20-е годы, когда инакомыслящих пытались выдворить за границу, ну, философский пароход и дальнейшие практики. Либо она похожа больше все-таки на 30-е годы, когда вместо высылок за границу и намеков уехать, просто репрессировали людей, ну, вводились внутренние политические репрессии внутри страны, уже никакой за границей никто думать не мог. Вот на что сейчас ситуация, как вам кажется, похожа, если говорить об инакомыслии? Ну, закрытость страны сейчас все же не такая, как стала к концу 30-х годов, хотя в первой половине 30-х годов уехать из Советского Союза было вполне реально и довольно многие еще и взяли в 20-х годах с этим вовсе не было проблемы. Что касается масштаба репрессий, то понятно, что сейчас они носят все еще преимущественно точечный характер. Все еще преимущественно точечный характер. в 30-х годах они носили массовый характер, в 20-х годах ограничивались права выходцев из прежних эксплуатационных классов. Однако уровень собственно репрессий в 20-х годах был довольно низким после окончания гражданской войны и некоторых эксцессов непосредственно за окончанием гражданской войны. вроде вот той истории когда расстреляли Гумилева. Большая часть 20-х годов прошла во внутрипартийной борьбе. Люди, которые были связаны не то чтобы даже с СССРами, а с монархическими и черносутенными организациями спокойно работали в советских аппаратах, получали как специалисты гигантские зарплаты, никто их не трогал, потом наступили 20-е годы там дело промпартии и тому подобные вещи и это уже ушло в 30-е годы. Ну а история с философским пароходом ее постоянно вспоминают, потому что она как-то видимо щекочет самолюбие людям, которые отъехали и которые себя таким образом ставят на одну доску с бердяевыми там всякими. Но это была совершенно отдельная история, которая была связана с людьми действительно ведшими деятельность, которую советская власть тогда рассматривала как подрывную. И тут ситуация была простая, что эти люди уже были замечены в антисоветской деятельности. Некоторые из них уже находились в заключении. И им предлагали уехать. и предложили вот такую выбор. Да, а у нас сейчас борьба с инакомыслием она все-таки какая? Потому что с одной стороны мы тоже видели попытки чтобы Навальный остался в Германии, не приезжал сюда. Предупреждение. Мы видели, как много раз сигнализировали многим оппозиционным политикам, которые сейчас в тюрьме, но они шли на пролом и оставались в стране, не уезжали. Вот нынешний тип борьбы с инакомыслием он все-таки в современной России. Какой, как вам кажется? Все-таки у вас вот какая-то очень сильная страсть в классификационной работе. Я это как ученый приветствую, но она, к сожалению, ведет к некоторому упрощению перспектив. То есть вы исходите из того, что проводится некая единая политика по отношению ко всем. Но нет, даже и в 20-х годах это было не так. Гумилева расстреляли, а некоторых людей, которые, в общем, с точки зрения советской власти сделали нечто похуже, выпустили. Точно так же и сейчас, и тут многое зависит от самодеятельности на местах, решениях, которые принимают отдельные исполнители и так далее. Собственно, если бы вы задали вопрос кому-то из людей, которые на высоком уровне принимают решение по этому поводу, такой же, как сейчас задали мне, какова ваша стратегия, ответил бы, вероятно, что наша стратегия состоит в том, чтобы они просто заткнулись и исчезли из политического поля. А как это произойдет, нас не особенно не волнует, нас интересует вот это. А как вам кажется, вы сказали, что не массовые репрессии, но действительно баранки там, наверное, не стоят под каждым номенклатурным домом или ЖК, как вы сказали бы сейчас, элитным, но тем не менее приговор Орлову, история с Навальным, Кармурзаяшин, список можно продолжать уже на десятки, десятки человек. все-таки что тогда дает делать вывод, что это пока еще все точечно, а не массово? Когда я говорил о репрессиях, массовых или точечных, я ведь вообще не касался вот этой темы с воронками в номенклатурных дворах. Это был момент борьбы за власть в параноидальном исполнении Иосифа Виссарионовича Сталина. И количество жертв среди людей, которые могли действительно всерьез хотя бы сколько-нибудь реалистически рассматриваться, как участники борьбы о власть, было ничтожным. Основная масса репрессий коснулась людей, некоторые из которых действительно допускали неосторожные высказывания. значительная масса людей из тех, кто подвергся репрессиям в 30-х годах даже этого не допускала, а просто вот как бы попали под отчетность органов госбезопасности того периода. Это было действительно массовое явление по масштабам несопоставимое с тем, что происходит сейчас. У нас пока происходит запугвение выдворения десятков сотен людей, но власти кажется, что большинство населения это никак не затрагивает. Так оно и есть на самом деле большинство людей. Это действительно не затрагивает. Собственно говоря, даже в 30-х годах были значительные социальные слои, которые не замечали происходящего. Вы можете не поверить, но одна из моих бабушек происходила, принадлежала к мещанской среде в небольшом городе. И она стала большой антисталинистской в 50-х годах, потому что она обо всем прочитала. На 20-м съезде? Да, и ахнула, говорит, вот надо же, что творилось, а мы-то ведь ничего этого и вообще не знали. И я полагаю, что сейчас так же? Такая ситуация тогда была довольно массовой, а сейчас она безусловно массовая. доля людей, которые воспринимают происходящее вот в тех терминах, в которых вы его представляете, ну, это та самая доля людей, которая относится в целом критически к российским властям, и мы по разным косвенным признакам знаем, что это порядка 20% населения. до значительной части населения информация, которая послужила бы основой для таких оценок, просто не доходит. А кто им это расскажет, они сами политикой не интересуются, чтобы это искать в интернете, а по телевизору или по радио им этого не скажут. То есть, главным образом, вы думаете, это сделано через зачистку, которая давно случилась в медиа, что нет каналов просто коммуникации, каналов связи, что если бы они были, если бы условно существовали и телеканалы, и об этом бы говорилось, то реакция была бы другой. То есть, это не апатичность априорная у людей, это просто не знание и недостаток информации. Ну, конечно, недостаток информации служит основанием для того, чтобы ничего не предпринимать, даже если человек, допустим, высокоморальный, относящийся с болью ко всяким проявлениям несправедливости, но если он не видит никаких проявлений несправедливости, то как он будет реагировать, это, в общем, элементарная логика. Вы сказали про свою бабушку, интересный пример. То есть, это неизбежность, что через десятки лет новая бабушка, другая, уже тоже скажет, блин, что творилось-то, а мы не знали. Либо это совершенно в истории не обязательно. во-первых, это обязательно. Обязательно. И, во-вторых, это может произойти и не через 20 лет, а в тот самый момент, когда вот эта информационная плотина будет прорвана. Вот именно в этот момент подавляющее большинство людей как только им расскажут, разведет руками и скажет, надо же, а вот мы этого и не знали, а ведь это же, наверное, было так плохо. Да это точно было плохо. И так оно и пойдет. А при этом, предвосхищая ваш возможный вопрос, я скажу, что и в конце 50-х годов оставались люди, которые считали, что Сталин все делал правильно. Безусловно, реакция рабочих на доклад Хрущева 20-го съезда, что мы не понимаем, как же мы теперь к нему должны относиться, как к убийце, что ли? Ведь мы ему верили, ведь он войну выиграл. Я читал, даже были выдержки. Я не об этих людях говорю, то, что эти рабочие испытали такое недоумение и смятение. Что делать? Но это часть осознания истины. А есть люди, которые, ну, были люди, которые были согласны с тем, что Сталин всех убил, и считали, что это было правильно, что это было необходимо для того, чтобы Советский Союз стал таким сильным и победил во Второй мировой войне. И сейчас мы наблюдаем этот сентимент, он воспроизводится, он является достоянием значительного меньшинства, то есть даже при том росте советской ностальгии, которая наблюдается сейчас в России, это все еще достояние довольно незначительного меньшинства населения, вот так относиться к Сталину. Вот, но это сложилось тогда, никуда не делось, и точно так же возвращаясь к вашему вопросу о будущем, когда изменится отношение к действиям нынешнего российского режима, то в течение длительного времени, покуда вообще все это не забудется, будут оставаться люди, для которых Владимир Владимирович Путин будет кумиром, одним из лучших правителей России, а может быть даже лучшим за всю ее историю. А вот эта плотина, которая, ну, вы сказали всегда, с точки зрения истории, прорывается, да, либо через смену власти, либо через очередной доклад, развенчивающий культ личности, либо через медиа. Вот, как вам кажется в России, какой, ну, слово прогноза не очень хорошее, но, как бы сказать, понимание, как это может случиться, это что? Это медиа свободные же не возникнут просто так в стране и информация, и доступ к информации. Но это вопрос уже не о том, каким образом будет создана гласность. Понятно, что она будет создана совсем не таким способом, каким ее создал в свое время Михаил Сергей Горбачев. Вот каким, да, она может быть создана. Это произойдет вследствие политических изменений, и поэтому вопрос о медийной свободе в данном случае абсолютно вторичный. если произойдут кардинальные политические изменения в направлении либерализации или демократизации режима, то свобода СМИ будет обеспечена просто-напросто потому, что динамика политического процесса в этих условиях этого потребует, это будет естественным результатом. Вот, а как произойдут эти политические изменения, это вопрос совершенно отдельный. Григорий Васильевич, а откуда уверенность, что эта гласность, ну, как Вы сказали, неважно, через там медиа или через вещи, которые происходят над медиа, и медиа их подхватывают, что это обязательно случится? Откуда уверенность, что гласность новая, гласность-2, она будет? Ну, это вопрос уже философский. Собственно говоря, философия это простая, и состоит она в том, что ничто в мире не остается неизменным. Навсегда. В мире он так устроен. Когда-нибудь что-то меняется. Вы можете сослаться, например, Северной Кореи и сказать, что вот как она... Только с языка сняли, только хотел сказать. Ну, это естественный пример. Как она устоялась после окончания Корейской войны, так вот сейчас остается. Это очень долго. Да. А в действительности даже Северная Корея не остается той, которой она была при Ким Арсене. Но динамика, которая там наблюдается, конечно, не может быть оценена как положительная. Негативная динамика возможна. Однако, вот эта самая философия, что ничто в мире не остается неизменным, в качестве вторичного момента предполагает то, что изменения предполагают вымывание наиболее антисоциальных, антижизненных, если возможно такое слово, худших моментов текущего состояния. И из этого философского тезиса уже вытекает то, что изменения, когда происходят, то происходят все-таки как правило к лучшему. На этом базируется вера в прогресс, которая является одним из фундаментов европейской цивилизации. Ну вот смотрите, год назад мы с вами встречались тоже в Петербурге. Вы говорили, что либерализация для России выглядит на тот момент самым, пожалуй, безболезненным путем и скорее будет не тоталитаризм, потому что он очень дорог, потому что это партийная система, которую никто не будет выстраивать, а скорее всего иного пути, кроме либерализации, нет. Вот спустя этот год и те события, которые происходили в течение этого года, вы также считаете, что это возможно и это наименее безболезненный путь выхода из тупика? Наиболее. Да, тут дело в том, что у меня были бы основания для того, чтобы пересмотреть это суждение, если бы Россия действительно вступила на какой-то другой путь. Понимаете, в чем дело? А вот такого рода ожидания, это скорее ожидания, чем прогноз, они же строятся на идее о том, что наступает какая-то динамика. если динамики не наступает, то эти ожидания, естественно, не сбываются. А динамика не наступила, потому что российский политический режим остается в том самом качестве, в каком он был год назад, и прогрессирует в этом качестве. То есть он совершенствуется, ну, с его собственной точки зрения, именно как режим такого типа. А если говорить об исходах этой ситуации, о динамических исходах ее, то мы должны предположить несколько вариантов выхода. И я по-прежнему считаю, что наиболее безболезненный и, в общем, довольно высоко вероятный вариант выхода из этой ситуации, это либерализация и демократизация. Как вам кажется, готова ли к ней сама власть будет? Ну, к демократизации и либерализации, либо все-таки до последнего нет? Потому что сейчас мы все-таки этих всполохов и либерализаций даже всполохов не наблюдаем. Ну, это зависит от того, что вы называете последнего в данном случае. Вот до последнего не будет готова. Но когда это последнее наступит, то тогда различные политические игроки, которые будут находиться на вершине российской политической пирамиды, начнут рационально оценивать перспективы своего выживания с точки зрения того, в какое состояние Россия придет дальше. И они могут рассматривать разные варианты. Варианты эти, в принципе, известны. То есть, выдвинуть из своей среды такого же сильного лидера, как Путин, который просто воспроизводил бы путинскую систему. Или создать ситуацию, при которой вся власть перешла бы в руки тех или иных силовых структур. или каким-то иным образом конституировать вот эти вот авторитарные условия. И я боюсь, или даже скорее надеюсь, на то, что перебор этих вариантов приведет людей, которые будут принимать такие решения, часть из них, во всяком случае, что оптимальный вариант для их собственного выживания это либерализация и демократизация. Собственно говоря, вот когда авторитарные режимы типа персоналистской автократии достигают той точки, когда члены правящей группы, сформировавшиеся вокруг лидера, принимают подобные решения, то они часто склоняются к решениям именно такого рода. Потому что демократия, помимо всего прочего, это такое устройство, которое многим позволяет сохранить и жизнь, и собственность, а зачастую даже и возможности политической карьеры после перехода. То есть окружению, условно говоря, им самим будет не выгоден другой, иной вариант, кроме этого? Если говорить совсем просто, то они будут опасаться, что если будет новый персоналист и лидер, то первое, что он сделает, это устранит возможно физически всех остальных, кто оказывал влияние на прежнего лидера и располагает соответственно политическими ресурсами. То, что силовики могут расправиться со многими из тех людей, которые недостаточно их сейчас контролируют и не могут рассчитывать на то, что будут контролировать в будущем, тоже довольно очевидно. Ну и так, перебирая разные варианты авторитарной трансформации, просто по логике можно прийти к выводу, что этим людям легче будет договориться с какими-то оппозиционерами обеспечить политические свободы, возможно выторговать какие-то личные политические гарантии, хотя, как правило, из-за там даже нужды нет. Много разговоров об этих гарантиях, но фактически условия политической свободы сами по себе создают довольно сильные гарантии. А это либерализация, разрядка, если там андроповские времена вспоминать, оттепель, если хрущевские, она может случиться при нынешнем режиме, как вам кажется? Ведь бывает же, что во время одного правителя ситуация меняется. Нет, при сохранении власти Владимира Путина этого не произойдет, потому что зачем? У него-то не будет никаких таких соображений, которые я только что спекулятивным образом приписал к членам той самой правящей группы. У него есть соображения остаться у власти настолько долго, насколько он может. Да, но предположим, война закончится. Потребности в такой жесткой военной цензуре, которая де-факто есть сейчас в стране, не будет. Вы не допускаете вероятности все равно раскручивание гаек просто в силу прагматизма ситуации, что не нужно будет дальше никак их закручивать или оставлять в том статус-кво, в котором они находятся сейчас. Ну, если СВО закончится без изменения политических условий в стране, а я имею в виду базовых политических условиях, режимных характеристик, то ситуация для режима ведь от этого не улучшится, потому что исход СВО будет трудно представить как победу в любом случае, независимо от того, чем она закончится. Экономические условия в стране ухудшатся, они сейчас ухудшаются и они будут ухудшаться в будущем. Международная изоляция никуда не денется и то, что сейчас эта международная изоляция переживается населением как временное явление, постепенно перейдет в понимание того, что это навсегда. И с этой точки зрения условия для формирования критического настроения к власти в массах будут пожилой более благоприятными, чем сейчас. А если логика закручивания Галик состоит в том, чтобы предотвратить формирование этого критического настроения, то они будут оставаться закрученными или подкручиваться еще сильнее. Зачем же выпускать пар в этой ситуации? То есть, грубо говоря, если какие-то изменения на либерализацию существуют, то при другом строе, при другом правителе, правильно ли я понимаю? При другом правителе строю не обязательно меняться сразу. То есть в действительности один из наиболее распространенных исходов из персоналистской диктатуры состоит в том, что вот эта правящая группа собирается, ну и они выбирают одного из наиболее слабых своих членов для того, чтобы вот он просто подержал кресло, посидел. И они рассуждают так, что покуда он временно будет оставаться, мы между собой уж как-нибудь разберемся, как нам разделить это наследство. вот, вот, ну и отсюда уже идут следующие шаги, которые могут состоять в том, что этот человек займет это кресло вовсе невременно, вот, но если он действительно слабый, то это только при большом везении возможный результат. А вот вот этот второй вариант, когда они начнут разбираться между собой по поводу того, кто по-настоящему главный, он как раз может привести их к выводу, что как бы целее будут, если они привлекут других игроков и другие институциональные механизмы для того, чтобы ответить на этот вопрос. В какой временной перспективе вы видите, ну, опять же, мы допускаем, что тут любая оценка не может быть прогнозом или не может быть точной, и в какой временной перспективе вы допускаете изменения, какие-то трансформации, которые могут происходить и во власти, и в обществе? Нет такой перспективы не могу обозначить. Может произойти завтра, может произойти через 25 лет. А может через 12 лет? Я имею еще два срока Путина. Когда угодно. Вот как бы логика персоналистской диктатуры состоит в том, что она завязана на личность автократа и на совершенно закрытые взаимоотношения между людьми в его ближайшем окружении. А то, что тем не менее, да, это понимаем, и я это понимаю из многочисленных разговоров и офф-рекорд, и из многочисленных интервью, которые мы делаем, что большая часть элит российских не поддерживает происходящее. вот это критическое неодобрение, просто бояться об этом говорить вслух, критическое неодобрение элит происходящего, оно на что-то влияет, я имею в виду, на, может в исторической перспективе поменять, на принятие решений, на давление, на власть и так далее, или нет. Но все-таки, когда у тебя переполнен пар, и, значит, и пар этот из кастрюли огромной, да, он же должен на что-то перерасти. конечно, может и повлияет, это создает необходимый фон для изменений, но, как бы, вот, непосредственный локус этих изменений будет находиться, я полагаю, на самом верху, это не означает, что к нему не будет стимулов, идущих совсем снизу от массового движения, или от со среднего уровня, вот, вот тех самых элит, о которых вы сейчас упомянули, но, без каких-то существенных изменений на самом верху это не произойдет, и, когда я говорю об этих изменениях, это что значит? я ведь не имею в виду что-то фантастическое, я имею в виду то, что отношения внутри узкой правящей группы могут обостриться до такой степени, что потребуют от участников этих взаимоотношений каких-то контактов с внешними политическими игроками и апелляции к каким-то настроениям, которые не являются полностью лояльными по отношению к существующему режиму. А как они могут обостриться, эти отношения внутри этой узкой группы? Ну, вот мы видели кейс с Пригожиным, да, эти отношения были обострены впервые, но все это растворилось, все закончилось. Ну, это растворилось, потому что сам Пригожин был аутсайдером, его Путин очень долго перстовал, именно как такую вот часть правящего класса, которая в действительности в правящий класс не входит. И поэтому в случае, если его вдруг все предадут, вот останется один человек, который его не предаст, потому что он не часть той тусовки. Я думаю, что план Путина по поводу Пригожина в течение многих лет состоял именно в этом. И, конечно, парадоксально, что получилось все прямо наоборот, но так получилось просто, затея состояла не в этом. Ну, что касается людей, которые интегрированы в систему, которые действительно находятся на ее вершине, то они, ну, известно, что взаимоотношения между этими людьми зачастую совершенно неидиллические. Некоторые из них очень недолюбливают друг друга, мягко говоря. И то, что в присутствии Путина они не вступают в прямую войну между собой. Это не совсем стабильная ситуация. То есть мы сможем, мы можем с высокой степенью вероятности предположить, что так она будет оставаться и дальше, потому что Путин лично их сдерживает. Но это не гарантированно. Я повторяю, что вот этот результат, когда внутри узкой правящей группы возникнут разногласия по поводу дальнейшей стратегии развития страны, он в значительной степени исключается самим фактом присутствия Путина. Однако вы задали мне вопрос о том, что еще может быть, но вот это тоже может быть, хотя с довольно низкой степенью вероятности. А с высокой степенью вероятности? Ну, с высокой степенью вероятности Путин будет сдерживать эти импульсы. А сейчас выборы, вы пойдете голосовать? Да, наверное, пойду. Зачем? Проголосую за кого-нибудь. Я обычно генерирую в Excel случайные числа и таким образом выбираю. Но в данном случае эти чего-то всего три нужно сгенерировать. Вот на кого выпадет, за тобой проголосую. Голосовать нужно идти с вашей точки зрения? Не повредит. Особой важности этому не стал бы приписывать. но многие люди просто все равно идут голосовать. Причем по моим наблюдениям зачастую именно те самые люди, которые в соцсетях пишут, что вот там это фарс, мы не будем подыгрывать Шулер, все равно потом тихаря идут и голосуют, потому что они хотят голосовать. Как вам кажется эти выборы? Понятен результат? но какая-то смена политическая, пусть не либерализация, мы поняли, что ее, с ваших слов, не будет, не нужно ждать пока, но тем не менее поменяется правительство. Наверное, никак какие-то возникнут новые имена. Отставки назначения все равно некая движуха, ну, по крайней мере, в нулевых годах на первых двух сроках она происходила. Сейчас вы считаете модель элит, сложившуюся настолько устоявшуюся и прочную, что больше Путину не нужно экспериментировать и менять колоду карт? Или вы ждете каких-то неожиданностей? Нет, я не жду, и это давно уже в действительности внутрибюрократический, а не политический процесс. Последнее политическое увольнение премьер-министра, ну, это был Касьянов. с тех пор министры менялись, если и по политическим соображениям, то не связанным с борьбой за власть, но вот как Медведев был премьер-министром, потом сам Путин был премьер-министром, понятно, что за власть они фактически не боролись, но это происходило по политическим причинам. После того, как Путин вернулся в президентское кресло, это происходило уже исключительно в рамках внутрибюрократической аппаратной борьбы, никаких политических последствий за собой не влекло. То есть вы ни в какой эффект неожиданности, парадокса здесь не верите, не видите точнее для него предпосылок, да? Не по итогам выборов, ну то есть если бы меня попросили выстроить какую-то иерархию вот этих возможных источников изменений, чего я не буду делать, если вы попросите, то внизу этой иерархии находились бы результаты президентских выборов. А наверху? А вы бы обещали не спрашивать. Хорошо, обещал, да. А почему тогда вам кажется важным пойти проголосовать? Ну это многократно объясняли еще с 2011 года в связи с компанией «Голосуй за любую другую партию», потом было умное голосование, идея всегда одна, что российская власть может обеспечить себе любые результаты выборов, однако она может это сделать без труда, а может с трудом. Чем больше людей придут и дадут на этих выборах не тот результат, который она хочет видеть, тем труднее будет этого результата достичь. Только и всего. Это не бог весть, какое политическое действие, это легкое политическое действие, абсолютно легальное, и если вы настроены критически по отношению к властям, а это значит, что вы хотите создать для них хотя бы маленькую проблему, вот это способ. Я вас хотел еще спросить про публикацию Нью-Йорк Таймс недавнюю, о том, что Украина при поддержке ЦРУ, начиная с 2014 года, разворачивала 12 чемпионских баз на Украине, ну и благодаря которым получали информацию про Россию. Понятно, что это подарок, это статья Нью-Йорк Таймс, довольно серьезная, о том, как ЦРУ влияло на Украину, подарок для российской стороны, да, сейчас, я думаю, пропаганда будет держать на щите обложку Нью-Йорк Таймс с этой статьей, но тем не менее, как вы оцениваете публикацию, насколько действительно создавались вот такие риски, которые нельзя было игнорировать? То, что страны ведут разведывательную деятельность друг против друга, не новость. Я полагаю, что уж по меньшей мере, не в меньшем объеме, чем Соединенные Штаты, разведывательную деятельность против России ведет, например, сейчас Китай. Но с Китаем у нас дружеские отношения, хоть сами китайцы не любят признавать, что это дружба без границ, но российскому руководству хочется в это верить. То есть, вот, ну, если вспоминать такой инстримный кинематограф 70-х годов, то тогда была общая мысль о том, что страны шпионят друг против друга. Одно дело шпионят друг против друга, другое дело США создает базы на территории Украины. Да всегда этот шпионаж ввелся с использованием баз других стран. Конечно, что американцы шпионили из Техаса, что ли, за Советским Союзом, но из Западной Германии шпионили. Вот эта риторика Кремля, ну, она повторяет по сути то, что мы сейчас обсуждаем, вот ЦРУ контролировала, создавала плацдарм и так далее. Вот как понятно, что эта риторика, она повторяется уже как мантра. Что вам кажется в ней достоверным или недостоверным? Какие аргументы вы находите разумными в их словах, а каким уже не стоит доверять сто процентов? Разумная позиция по этим вопросам состоит в том, что Соединенные Штаты стремились установить стратегическое партнерство с Украиной. Они действительно стремились хотя и не в краткосрочной перспективе к тому, чтобы Украина стала членом НАТО. И с этой точки зрения российская пропаганда не врет. Более того, она не врет в том смысле, что это представляло бы угрозу национальной безопасности России. Ложь начинается там, где эти тенденции начинают представляться в крайне преувеличенном виде. И там в особенности, где российский ответ на эти в сущности реальные угрозы представляется как адекватный. Он был чрезмерно преувеличен. Сама угроза? Нет, сам ответ. Угроза нормальна. Все страны, которые не находятся в тесных союзнических отношениях, имеют основания относиться с подозрением друг к другу и к их взаимоотношениях с какими-то потенциально третьими враждебными сторонами. Это нормально. Что надо было делать, как вам кажется, с точки зрения урегулирования этого вопроса? Ну, потому что они вам скажут, вот мы это предупреждали, мы это обсуждали с вами год назад, что сам язык дипломатии был чрезмерен для партнеров. Нельзя ультиматумами вести переговоры, как это делал российский МИД тогда. Но, тем не менее, какая реакция вам представляется сейчас по прошествии лет, уже двух лет, максимально, так скажем, адекватной? Ну, тут не в двух годах дело. Если вы спрашиваете именно про два года, то у меня ответ-то простой. Ничего не надо было делать. То есть, вот как говорили два месяца подряд, что Россия не предпримет никаких действий против Украины, а то, что Белоруссия это просто учение, вот нужно было просто это и соблюсти. А когда действительно был момент выбора для российского руководства, это, конечно же, 14-й год, и вы знаете, вот я почти уверен, ретроспективные прогнозы такого рода всегда неблагодарное дело, но я почти уверен, что если бы российское руководство в 14-м году просто спустило на тормозах вот эту историю, не стало так обижаться на то, что договоренности украинской оппозиции с Януковичем были нарушены, стерпело бы смещение Януковича, а скорее всего это не терпеть даже не пришлось бы, потому что без российского поощрения Янукович ведь не сбежал бы. вот, то сейчас в Украине был бы пророссийский президент. Я в этом почти уверен. Почему, Григорий Васильевич? Потому что Украина бы разочаровалась в замкнутом пути? Украина почти всегда избирала пророссийских президентов. Просто, ну это какой был бы пророссийский президент? Он бы поддерживал хорошее отношение с Европейским Союзом, он бы находился в состоянии ассоциации, и я полагаю, что можно было найти хороший способ сохранить тесные экономические отношения с Украиной, при том, что она была бы ассоциирована с Европейским Союзом. Более того, мы видим, что сейчас по прошествии такого времени и такого острого конфликта экономические связи между Россией и Украиной не прервались. До сих пор. Нужны действительно чрезмерные усилия для того, чтобы их прервать. но они предпринимаются сейчас, и в конце концов, вероятно, они ослабкнут очень сильно. Но этот идиллический сценарий, при котором сейчас у России с Украиной были бы тесные и дружеские отношения, мне представляется возможным, весьма высоко вероятным, насколько это можно говорить, о том, что уже безвозвратно прошло. А вы верите, Путин об этом тоже любит говорить, вот в интервью Карлсону говорил последний раз в том, что он не сомневается, что да, трагедия, то, что происходит, но двум народам никуда не деться друг от друга, и все равно, все равно все случится так, что это снова будут, ну, если не братские, то народы, которые в хороших отношениях вы верите в такую перспективу, или вам она кажется маловероятной? Я думаю, что такая перспектива существует, она более того неизбежна, но это перспектива десятилетий. Раны очень глубоки, и они легко уже не зарастут, и каждый день продолжение военного конфликта приводит к тому, что они становятся все глубже и глубже. Для быстрого исцеления время, к сожалению, уже ушло. Последнее, о чем вас прошу, интересно, ну, скорее, философская точка зрения, это не политическая, потому что здесь мы имеем дело со временем. Что я имею в виду? Вот был мятеж, несостоявшийся мятеж Пригожина, ну, который москвичей так изрядно напугал. Была история, произошедшая вот сейчас с Навальным, тоже шок, тоже невозможность принятия, ну, лично у меня там ближайшие две-три недели этой новости до сих пор, да, кажется, что... Но, тем не менее, мы видим, как все быстро растворяется, во Пригожине уже никто не вспоминает, в общем-то, это так. Что будет с памятью о Навальном, тоже сложно прогнозировать, но ощущение, что память у всех из-за трагедии, событий настолько стала короткой, что и это тоже скоро рассосется. Как Немцова вспоминают, к сожалению, сейчас только годовщину, мы сегодня с вами как раз в девятую годовщину убийства Немцова. Это все бесследно куда-то девается, как вам кажется, либо все равно ничего это не проходит, и это какую-то критическую массу, какую-то историческую перспективу формирует, как вам кажется? Я уверен, что правильный ответ второй. Это не проходит бесследно, это формирует фон для восприятия дальнейших событий, и естественно, что текущие события забываются, если они не затрагивают текущую практику человека. Однако появляются новые события, и человек уже через призму этой практики начинает воспринимать новые события. Бесследно ничего не проходит. Ну вот смотрите, Григорий Васильевич, соглашусь, но ситуация с Пригожиным, да, я помню разговоры на кухнях интеллигентских, что это не останется незамеченным, и даже когда Пригожин погиб, не будем сейчас говорить о причинах этого крушения, тоже, что вот это придаст какой-то пласть другой окрас, что появится новый Пригожин теперь, но мы видим, что фигура Пригожина в общем забылась довольно быстро, полгода прошло, но чуть больше полугода, и уже никто это не вспоминает. или это ошибочная у меня оптика какого-то не наступает событий, которые позволили бы этим воспоминаниям сплыть в памяти. Эффект, как вы правильно наблюдаете, был очень сильным. Конечно, но к сентябрю уже никто не говорил об этом. А зачем говорить, если ничего именно похожего не происходит? Но я нахожу довольно высоко вероятное, что похоже еще будет происходить, и как только это начнет происходить, так фоном для этого станет именно бунт Пригожина. Я не уверен, что это хороший фон, в действительности правильный фон для восприятия таких событий, но уж так есть. Теперь от этого никуда не деться, и это, конечно, вспомнится, когда придется, что называется, к слову. А Навальный, как вам кажется, вот память о Навальном, кем он останется в истории? Вот я так, наверное, сформулирую вопрос. Если мы допускаем, что, и я в это хочу верить, память о нем не растворится где-то в воздухе, то кем он в историю в этом смысле войдет? Раствориться она уже не сможет, а в историю он войдет видным политическим деятелям, мало ли видных политических деятелей. Там Ленина помнят, Сталина помнят, хотя и плохо. Но он как кто? Какой можно аналог ему, как политическому деятелю? Вы спрашиваете, на кого Навальный больше похож? Типа Троцкого или на фрагменте? Нет, я имею ввиду, какая может быть с ним историческая параллель? Ну вот не надо проводить таких исторических параллелей. Я сказал, что это выдающийся политик. Вот, а уж с кем его сравнивать? Скорее с тем, кто будет после него, чем с теми, кто был до него. Спасибо, Григорий Васильевич. Спасибо. Спасибо.